На выставке «Дизайн-код города в ретроспективе» в Музее градостроительства и архитектуры Симбирска-Ульяновска представлены фотографии разных лет. На них здание нашего города с вывесками торговых и зрелищных учреждений, рекламные плакаты, афиши и многое другое. Среди экспонатов таблички с именами владельцев, когда-то висевшие на входных дверях в симбирские учреждения. В общем, вся та визуальная информация, реклама, которую теперь принято называть «Дизайн-код города». Формирование рекламы, как явление, начинается в XVIII веке. Сначала при Петре отменили, потом были сделаны какие-то допуски, что можно было. А вот при Екатерине II уже было полное открытие доступа, что нужно делать рекламу. В экспозиции есть несколько горшков, изготовленных в сухом корсуне Симбирской губернии. Когда-то горшечники просто раскладывали их на прилавки, тем самым привлекая покупателей. Раскладку товаров использовали в качестве рекламы при переходе от средневекового периода к новому времени. Выставочный проект обращает внимание на проблему визуального шума, разного рода рекламы, которая существует сегодня и была раньше. Это говорит о способности шума поглощать архитектуру городов, раздражать и утомлять горожан. И чем дальше, тем громче звучит реклама, тем настырнее и настойчивее эти лозунги, которые хотят заглушить, привлечь, настоять на то, что у нас самое лучшее, ну, что-либо из товаров. При этом городская среда наполняется вот этим визуальным криком, шумом. Мы просто оглушены, мы перестаем читать рекламу. У нас возникает слепота к баннерам. Кстати, в XIX веке, как и в наше время, также искали способы избавиться от яркой и кричащей рекламы. Делался рекламент о том, чтобы здание строить изначально с местом для рекламы. Проектировался. Изначально в проекте было это место, которое было отведено для рекламы. И если реклама была регламентирована, то дом вместе с ней превращался в хороший образец, хороший вкус и приятные ощущения в городской среде. Второй раздел выставки с помощью видовых фотографий и почтовых открыток позволяет сравнить и выявить характерные особенности дизайн-кода разных эпох на момент открытия выставки в середине XX века и в конце XIX – начало XX веков. Как отметила Наталья Зубкова, современный дизайн-код разных городов практически ничем не отличается. Проблемы у всех одинаковые, а следовательно решать их стоит повсеместно, объединив усилия. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.